Здравствуйте, дорогие друзья! Я опять на площадке, сделана в СССР. Посмотрите, какой замечательный фонарь здесь висит. Потрясающий стол здесь накрыт посудой ВДР. Посмотрите, это редкость, конечно, но вот здесь всё-всё-всё. Стоит это 20 тысяч рублей. Перламутр и вот такие замечательные, говорят, мысинский букет. Такая же здесь и супница. И ещё уаза. Вот такая красота. Очень много стекла. С розами. Сервис. Чайный сервис под Мадонну. Это наше производство. Я помню только чаю. Соус на всё есть. Друзья, секция всё по 100. Сегодня всё по 50. Любая вещь. Ну вот, уже идёт. Ну вот к столетию. Понятно. Да, друзья. Рынок называется, площадка называется, сделана в СССР. И сегодня, естественно, здесь празднуется столетие создания СССР. Уже ждёт и фуршет впереди, и музыкальные сюрпризы. И вот посмотрите. Большая относительно комната. И здесь всё сегодня по 50 рублей. В Москве дешевле не бывает. И не надо наклоняться и рыться в коробке на холоде. Здесь всё расположено на полочках, в тёплом помещении. Можно к ним удобно подойти и всё внимательно рассмотреть. Каждую вещь. Вот эти изумительные бокальчики. Всё по 50 рублей. По 50. Такие вот подносики по 50 рублей. Рюмочки. Рюмочки. Рюмочки в очень хорошем состоянии. Да. Какие вам понравились? Да нет, я просто смотрю, мне всё нравится. Я вообще буду до сюда. Ну, по 50 рублей это классно. Да, по 50 рублей это очень хорошая цена. Так, а вот какие бокалы по 50 рублей. А вот листики. Андрюша, а тебе что понравилось? У тебя какие-то розетки? Я с ними хожу. А, ты с ними уже хочешь? Ну, ты их отставь куда-нибудь? Пока они пихают. Нет, ты, я имею в виду, ну... Да, вот, кстати, тарелка по 50 рублей, да? Угу. Ну, плохо. Надо просто на меня посмотреть. А вот такие мучочные вербилки с пирожками и тарелками. Да. Четыре. Влечить. А я покупаю здесь посуду задешево. Потом делаю прекрасные сервировки. Просто сказочные. Я вообще обожаю здесь советскую посуду. Да. Ну, у каждого свои, так сказать. Ну, я пытаюсь восстановить. Говорю, у бабушки какие-то вещи нет. Угу. Ну, достаточно простые. О, это же этот. Как его? Ой, наш ЗМИ, ТЛФЗ. У меня точно такие же тарелки. Угу. Это всего 50 рублей. Ну, она с трещинкой. Угу. Понятно. То я просто удивилась. Я еще за новогодними игрушками пришла. Ну, а вот еще одна большая комната со стеллажами по периметру и столами в середине ее. Все они заполнены посудой, фигурками. Давайте же посмотрим, что сегодня продается по 100 рублей. Опять же, очень много стекла, фужеров, рюмок, стаканов. Причем много и цветного стекла. Медового и марганцевого цвета. Много рюмок с позолотой. извините мои дорогие что я довольно быстро показываю но у вас всегда есть возможность нажать на паузу а мне очень хочется показать вам как можно больше а кофейные такие чашечки по 100 посмотрите по 100 рублей такие рюмки друзья ну просто потрясающе вот эти вот просто сказочные вот эти вот а вот эти вот стаканы по 100 рублей да 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 обалдеть горшочки все по 100 и тарелки здесь опять кстати есть такие достойные по 100 рублей ушки и вот эти тоже вообще для пива с рисунком тюльпан розово-морганцевое стекло это медовые медовые стаканы и привлекла меня к этому отделу супница видела очень многое из гжели да у меня и дома есть большая достаточно коллекция гжели но супницу скажу вам честно видела впервые и она довольно таки такая крупная да так что 1000 рублей я считаю очень даже неплохо ну а заодно сейчас я вам покажу что можно купить за одну тысячу и полтора тысячи рублей извините оговорилась конечно полторы тысячи рублей меня привлек и вот этот красивый кувшин из цветного медового стекла с рисунком и еще мне понравился здесь сейчас вот будет нарядный набор для специй из белого фарфора с золотом такой красивый я встретила впервые но очень захотела его купить и куплю наверное но попозже не я же все сразу купить и кстати как вам нравится эта вазочка из кани не правда ли хороша решила немножко показать вам и то что находится в стеклянных витринах их здесь очень много и в них находится более дорогой фарфор здесь и статуэтки и фарфоровая посуда базы подсвечники чайные пары и тройки и что особенно приятно все они с ценниками можно и рассмотреть их хотя если вы захотите к вам тут же подойдет продавец откроет витрины все покажет сегодня мне заинтересовал известный чайный сервис мадонна гдр калла особенно чайник потому что здесь я увидела в отделе фикс прайс отдельно продающийся чайник такой нова решила что все таки для меня он очень большой но здесь оказался точно такой же вот ложки по 150 но сегодня не дешевле мадонна гдр калла Субтитры сделал DimaTorzok А вот наборы ножей, вилок и ложек можно найти в стеклянных витринах и выбрать себе по вкусу. Здесь всегда очень много интересного. Можно найти на всё что угодно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это короб. Да, очень хорошая сохранность. У меня почти такой есть, от бабушки остался. Только без клемма. А, ну она для шляпных коробок, я так понимаю. Нет, для шляпы была круглая. Ну, может, наверное, в эту, не знаю, у нас круглая была. Ну, может быть, может быть. Ну, просто раньше больше поля были, я не знаю. А, ну, может быть, мужские даже шляпы. Ну, во всяком случае, это классная вещь. Это действительно очень старая. В Бариже, да. И поэтому она такая достаточно известная. Ну, коробочек очень коробочек. Да, да, этого не было. Посмотрите, более коричневая. Здесь сохранность. Видите, что у нас шок сохранился. И там очень четкое клеймо. Даже клеймо? Да, клеймо очень четкое. Вот смотрите. Слушайте, посмотрите, какое клеймо. Обалдеть. Да. Это какой год, интересно? Ну, вообще. Как вы нашли тоже. Видите, у вас уже глаз алмаз? Я уже давно не научусь. Ну, это можно большие шляпы с полями. У меня, кстати, там поменьше. Шляпы с полями вообще у меня шапка бени и все. Я недавно начала их. Ну, как, что такое. Так, ну, в общем, в принципе, оно дружит под кладкой. Очень дружит, очень дружит. Покупайте, пока не купили. Я так рада за эту женщину. Она купила уникальный короба 1900 года. С клеймами. Ну, прекрасный антиквариат. Кстати, скоро начнется музыкальный сюрприз. А я перед этим хочу вам продемонстрировать свой аутфит с кожаными брюками и свои потрясающе красивые серьги с черными жемчужинами. Ну, напишите, как вам понравилось или нет. Ну, перед все-таки праздничный день захотела быть красивой. Меня зовут Ваня. Фамилия у него Степин. Это уникальный паренек, который приблудился к нам тоже. Ну, я так это, конечно, шучу. На самом деле, он пришел к нам. Таких людей нужно поддерживать. Мы его и поддерживаем. А я хочу попросить его, чтобы он вам сейчас сыграл на баяне. Он чудесно играет на баяне. Он вам сыграл. Вань, давай веселую какую-нибудь. Чтобы вот душа, знаете, вот когда вот она развернулась, а потом называй, я это все равно. Светит месяц русский народный танец. КОНЕЦ 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 А на последок я вам сыграю. В этих замечательных санях. В этих замечательных санях. Зарегистрированных под Москву. Я считаю, что это наши друзья, потому что мы же здесь не просто там продаем, да? Мы здесь какие-то мероприятия организовываем. Просто встречаем. Кстати, сзади вас находится стол, которому впоследствии можно подойти только в баяне. Вот в центре это чисто для декора. Там не стоит трогать, потому что я думаю, что вам не понравится вино, которому уже больше сорока лет. А вот все, что стоит здесь, это вино, водка, шампанское, газировка. Вы можете есть, пить, употреблять. Но я хочу спеть песню. Очень хорошую, которая мне очень нравится. Это мой знаменитый земляк, я написал Олег Митяев. Изгиб гитары жёлтые, Ты обнимаешь нежно Струна и скулка мэха пронзит тугую высь. Качнётся купол небо, большой и звёздно-снежный. Как здорово, что все здесь сегодня собрались. Качнётся купол небо, большой и звёздно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как область от заката, костёр меж сосен, пляжи. Ну, что грусти, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И всё же, с болью в горле, мы тех сегодня вспомним. Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их весны мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их весны мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо. Браво! Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели до конца, что были со мной в этом году. Я желаю вам всего самого замечательного. И какое может быть пожелание бездарных советских открытий. Обнимаю, дорогие. Целую. Но я вас еще буду поздравить.